Я знаю, что вы родились прямо в Кремле. Такой казус произошел. Слушай, а как это произошло? Ну, в то время вот семьи, несколько семей жил в Кремле, и там вот как бы... То есть отец жил в Кремле с дедушкой? Дедушка жил в Кремле, а отец с ним, наоборот, все. И роды принимали прямо там? Ну, наверное, да. Я там не знаю, я не присутствовал. Точнее, присутствовал, но... Но не помню. Проходя мимо Кремля, сердце в связи с этим у вас ёкает или нет? Ёкает на другую тему совсем. Ну, если вы знаете, я там где-то схулиганил, тоже где-то в 90-х каком-то первом, сделал такой первый частный фестиваль в Кремле, в руках из Кремля, где я собрал вместо генералов и политбюро всех руководителей, от Бори Гребенщиковой до там, я не знаю. Было смешно. Но ёкает он по другому поводу. У меня мама моя написала книгу своими глазами. Воспоминания, да. Воспоминания. Вот сейчас выходят книжки, в основном архивные. То есть в архивах что-то наискивают, а она написала никаких архивов не используя. Просто то, что она лично видела глазами. Она видела от Сталина и Берии. Там даже есть фотографии, где Берия фотограф её снимал. То есть она удивительная. До Шостаковича, до Хачатуряна, до... Мы о маме поговорим отдельно. Я написал Вольф Мессинг. Но я к чему говорю, что она жила там, когда меня рожала. И вот она в коляске меня везла. Это у неё в книге написано. И вдруг идёт Берия напротив. А Берия расстреляла её отца. И она знала его. Потому что он снимал её. Он там был друг семьи. А потом расстрелял отца. И она думала... И она думала, ну вот сейчас я ему скажу. Он шёл, шёл, шёл. Вдруг развернулся и пошёл назад. Поразительная история. Берия, которая ничего не боится. Она расстреляет кого хочешь. Но внутри у него ёкнул. И испугался с ней встретиться глазами. Это реальный факт, который вот она описала. И она шла с колясками. И думала, ну сейчас я ему скажу вообще. И он шёл так, шёл Голем. Развернулся. То есть с Берией вы не встретились? Ну конечно нет. Это хороший вопрос. Ну почти. В общем, разминулись. Он улизнул.